Встреча с Бухаром 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 Доверие Тимура Капа Давайте еще рассмотреть Здорово Джалаледдинов Даже Джианов И здесь здорово пробил по мячу Мамасыдыков Все факторы сложились воедино Большие вопросы, конечно, к игре Соперник владел-владел Эти смотрели-смотрели Прижимает, потом бац, контратака И вот такая вот ситуация Стоишь могла быть Но мы видели, что здесь все было поигровому А вот так вот Раз и два В принципе, если это была бы Сагдиана позапрошлого разлива Я посчитал бы, что это голевой момент В сторону сварворот Но вот владелец, как они считают, что 50 на 50 показывают На вес от Джалаледдин Так, желтую карточку все-таки Бакаев Так, идет на мяч Мяч не попадает, наступает на ногу Пытается звениться Бакаев настойчиво Вытаскиваешь, выбрасываешь свою ножку Где-то идешь агрессивнее в ситуацию Нет Забивает второй, по крайней мере, стараются это сделать Джанов Джалаледдинов готовит удар И удар произошел Джасудбек бил по центру Там, где находился Кабул Джанов Сассивно проводить этот матч По крайней мере, первую половину Вот это классно Скоро Иминов Ашкенте начался. 1-0 ведут хозяева на 13-й минуте. Автор забитого гола Тимур Мамасадыков, кстати, он поле покинул. Вместо него, как мы могли убедиться, на поле вышел Мухаммад Али Гиясов. Давайте досмотрим за этой атакой. И потом, и потом, ну уже, наверное, теперь, а не потом, можно поговорить с вами сначала об трасс Бухаре, который тренирует Улубек Бакаев, Сардор Кабулджона в воротах. Четыре защитника на флангах удалось ни разу доставить. Вгрызается мяч. Кажется, это был Джалалединов и очередной стык на желтую карточку, да? На красную карточку, друзья. Ой, ой. Лидеры по красным. Олимпионики. Давайте же рассмотрим. Ой, да, согласен. Нарсофаров четко разобрался в этом эпизоде. Он находился там рядом. Покажет стандарт. Скрафной отправил мяч Джалалединов. Такие уже пошли выносы, несоводственные для олимпиоников. Ни хайк убирает мяч. Может пробить. А что, тянут-то? УДАР! Зарядил все его. Смотрите, идет, а никто не идет. И вот тут только Джалалединов, когда побежал на него сбоку. И продолжают они идти на мяч в стыке такими, знаете, не то чтобы прямыми ногами. Это уже как следствие. Удар по воротам не точно. Играть. Так, так, так. Чем сейчас завершится? Ударом завершится! И здесь Абдунабиев четко выбирает позицию. Настолько четко, что мяч сам к нему летит. Ему остается просто кулачок паста. И здесь вот он скоро решала. Небрежность. Для Хамута. Навес на Вратарскую. Здесь так. Станиславлевич борется. Прыгает. И коленом ему до самой нижней. Итак, Навиа, штрафную площадь. Подгул фанатов. Разбег. Удар. Бил так. Мух, с табличкой в громке поля не заметил. Что-то добавит на Сафаров. Вы это слышали? Если не слышали, то увидите желтую карточку. Давайте смотреть. Кассиан идет на мяч, выпрыгивает и локтем в челюсть. Это минимум, друзья, желтой карточкой. Я не исключаю, что Шукурулаев сейчас этот эпизод изучает. И предположу, что Шукурулаев может по Нарсофарова и пригласить посмотреть монитор. Правый фланг. Станиславлевич. Один из последних моментов. Александр Штрафан-Мой. Шансив до последнего. С ним играл. Все готово. Мяч запущен, но штрафной вынесен. Подбор за Эминовым. Атака Бухары продолжается на весло в Ротарскую. И забирает мяч через 30 секунд. Перевод на право. Хасан в штрафную. Мяч возвращается к Хасанову. Обратно. Чуть сейчас пойдет уже пока 20 секунд. Станиславлевич режет штрафную. Голова футболиста Олимпика. Мяч вынесен. Двухара зажимает Олимпик. По-моему, последняя атака. Еще один навес. И все. Дорогие друзья, вот теперь можно констатировать, что Олимпик, несмотря на то, что остался в меньшинстве, больше получаса играл в меньшинстве. Сегодня завоевывает победу. Единственный гол Тимура Мамасадыкова, который вышел в стартовом составе вместо Ясу, приносит победу команде Тимура Кападзе. Таким образом, Олимпик поднимается на седьмую строчку. Похудшая разница за. Продолжение следует.